К другим темам. ГТРК Вологда и Русфонд продолжают совместную акцию помощи. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить смс-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. На этот раз в вашей помощи нуждается маленькая Полина. У девочки неизлечимый сахарный диабет. С утра прокалываю в школе. Перед едой обычно калю в палец. Перед сном, когда сахар мерю. Перед ужина. И так до 10 раз в день. У Полины Шухаловой с трех лет неизлечимый сахарный диабет. Сейчас ей 9. Болезнь требует постоянного контроля за состоянием здоровья. На улице и дома, в школе и в гостях девочке приходится применять глюкометр. Раньше было страшно, больно. Сейчас привыкли, но все равно неприятно. Я хочу, чтобы мы больше не кололи в пальцы, а смотрели сахар на приборе. Облегчить жизнь ребенка может система непрерывного мониторинга глюкозы. Она позволяет контролировать диабет без болезненных проколов. Датчик крепится на руку, автоматически измеряет уровень сахара, а сканер показывает и сохраняет результаты. Все это дает полную информацию о том, как уровень глюкозы меняется в течение суток. Это очень удобно. И когда мы к врачу идем, мы можем показать этот график, и она может как-то подкорректировать лечение. И нам удобно. Мы видим наши какие-то прорехи в лечении, тоже можем что-то исправить. Система постоянного мониторинга уровня глюкозы позволяет получить более полную картину об изменениях у ребенка круглосуточно. Благодаря этому появляется возможность лучше контролировать сахарный диабет. Системы контроля родители могут купить только за свой счет или при помощи благотворителей. Стоимость прибора 161 тысяча рублей. В семье, где двое детей и работает только папа, таких денег нет. Помочь Поли непросто. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они на сайте Русфонда. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Мы очень просим откликнуться неравнодушных людей и помочь нам в приобретении этой системы. Конечно, уже и дочь, и я измучились. И для нас эта система мониторинга была бы настоящим спасением. Екатерина Кузенцова, Дмитрий Чебыкин. Вести Вологодская область. Продолжение следует...